Цикорий – это многолетнее травянистое растение, которое не только радует наш глаз своим прекрасным цветением, но приносит много пользы нашему организму при правильном его употреблении. Несмотря на всю красоту его цветов нежного голубого цвета, наибольший интерес представляют именно корни растения, поскольку в них находится кладезь полезных веществ, таких как различные витамины, органические кислоты и инсулин, благодаря чему его употребление имеет явное преимущество перед кофейными напитками. Так давайте разберемся, почему же применение цикория является не только вкусным дополнением к суточному рациону, но и оказывает положительное влияние на организм, благодаря чему является полезной и безопасной заменой кофе. Перед тем, как ответить на все вопросы и подробно разобраться в этой теме, мы рекомендуем вам подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видеоролики. В настоящее время осталось немного людей, которые не употребляют кофейные напитки на постоянной основе. Это связано с содержанием в кофе кофеина, который оказывает быстрое, сильное тонизирующее действие, из-за чего со временем может появиться зависимость. Помимо возможности мгновенно взбодриться, кофе обладает отличным ароматом, который повышает настроение и помогает настроиться на нужный лад. Обладая антиоксидантным, противовоспалительным, нейропротекторным и противоопухолевым свойствами, кофе является хорошим вариантом для начала дня. Однако при употреблении этого замечательного напитка могут возникнуть некоторые побочные эффекты, которые выражаются в увеличении частоты сердечных сокращений и повышает уровень артериального давления. Также кофе не рекомендуется принимать беременным девушкам из-за его активного влияния на кровоснабжение плаценты, в результате чего может увеличиться риск развития анемии или даже, возможно, возникновения преждевременных родов. Для решения этой проблемы все чаще можно услышать о том, что прекрасной альтернативой кофе и кофейных напитков является употребление цикория, поскольку он не содержит в своем составе кофеина, из-за чего, к сожалению, невозможно получить мгновенную бодрость, однако тонизирующее действие этого напитка все же способствует улучшению работоспособности. Безусловно, одним из главных плюсов цикория является содержание в нем пребиотика, регулирующего обмен углеводов, поддерживающего адекватное количество глюкозы в крови на необходимом уровне, а также участвующего в обмене жиров, инсулина. Помимо этих положительных черт, он также помогает создавать благоприятную микрофлору в кишечнике. В качественном цикории в норме должно находиться не менее 30% инсулина. Именно этого количества пребиотика будет достаточно для того, чтобы улучшить усвоение таких макроэлементов, как магний, фосфор и кальций, что способствует уплотнению костной ткани и ускорению образования новой. Также инсулин активно препятствует образованию атеросклеротических бляшек, благодаря снижению количества холестерина. Одним из важных свойств инсулина является и повышение синтеза серотонина, так называемого гормона счастья, что помогает справиться с нервным напряжением и улучшает общий эмоциональный фон. Помимо инсулина в корне цикория присутствуют витамины группы В, каротин, органические кислоты и макроэлементы, которые также положительно влияют на работу организма. Подробно разберем, чем же полезен каждый из этих веществ. Так, например, бета-каротин является природным антиоксидантом, благодаря чему он способен замедлять процессы старения и предупреждать развитие различных онкологических заболеваний. Витамины группы В активно поддерживают правильную и адекватную работу головного мозга, стабилизируют нейронные связи и успокаивают нервную систему. Витамин Е является одним из ведущих веществ, необходимых для налаживания гормонального фона, что особенно важно для прекрасной половины общества. Помимо этого, антиоксидантные свойства витамина Е рассматриваются учеными как одно из средств профилактики онкологических заболеваний. А сам витамин Е позволяет улучшить питание кожи и волос, снизить их сухость и укрепить ногти. Также витамин Е влияет на свертываемость крови, помогая предупреждать образование тромбов, улучшает эластичность крупных и мелких сосудов, а также замедляет образование холестериновых бляшек. Холин способствует очищению печени от лишнего жира и помогает выведению плохого холестерина. Тиамин обладает тонизирующим действием, повышает работоспособность и общую выносливость. А передоксин улучшает обмен веществ и снимает усталость. Поскольку правильный, качественный порошок цикория является измельченным высушенным экстрактом, не проходящим химическую обработку, в нем сохраняются все полезные свойства и вещества. Также при правильном приготовлении порошка не должны быть использованы консерванты и красители, поэтому при его выборе необходимо тщательно изучать состав. После обработки и помола корневища порошок цикория приобретает ореховый аромат и сладко-горьковатый вкус, напоминающий кофе. Цикорий обладает не только нормализующим микрофлору кишечника действием, но и предотвращает дисбактериоз и укрепляет иммунитет. Также цикорий обладает желчегонным, противомикробным и противовоспалительным действием, способствует успокаиванию нервной системы, снятию стресса, снижению давления. Помимо этих полезных свойств цикорий помогает стабилизировать работу сердца, а также сохраняет энергию и тонус организма без вредных последствий для сердца. Нередко можно услышать, что принятие порошка способствует похудению, что возможно благодаря притуплению чувства голода и снижению уровня сахара в крови. Поскольку цикорий сам по себе имеет достаточно сладковатый вкус, его можно пить без дополнительного добавления сахара, что также снижает общее употребление быстрых углеводов, которые и являются причиной быстрого набора веса. Перед тем, как научиться правильно заваривать этот чудодейственный напиток, стоит обратить внимание на правильный выбор уже готового к употреблению цикория в магазинах. Существует множество видов готового продукта, например, в виде растворимого цикория, который делают из выпаренного до состояния порошка экстракта или вытяжки. Сам экстракт, в свою очередь, получается из обжаренного корневища цикория. Еще одним вариантом готового цикория является разведение непосредственно экстракта в горячей воде. Одним из наиболее полезных видов готового продукта является сублимированный цикорий. Для его создания корни предварительно высушиваются под низкими температурами, а затем перемалываются. Считается, что именно в таком виде цикорий сохраняет наибольшее количество полезных свойств и витаминов. Для того, чтобы правильно выбрать цикорий в магазине, необходимо обратить внимание на его упаковку. Так, правильная упаковка цикория должна препятствовать проникновению влаги, поэтому лучше покупать цикорий в герметичной, металлизированной упаковке, либо в вакуумной. Наименьший срок хранения цикорий имеет в пластиковой или бумажной упаковке. При выборе растворимого или молотого цикория рекомендуется прощупать содержимое упаковки. Важно, чтобы в ней не было никаких твердых комочков. Их наличие указывает на то, что продукт подвергся неправильному хранению. Обратить внимание необходимо и на состав готового продукта. Так, в правильном составе не должно быть ничего, кроме измельченного корня цикория. Допускаются натуральные добавки, такие как имбирь, корица, шиповник, женьшень, облепиха или другие натуральные добавки, способствующие приданию напитка насыщенного вкуса и приятного аромата. Не рекомендуется брать цикорий, в составе которого были обнаружены консерванты, загустители или же искусственные красители, поскольку пользы от их добавления, к сожалению, нет. А натуральный насыщенный вкус цикория под их воздействием может сильно измениться в худшую сторону. Так, например, при употреблении напитка с добавлением искусственных ароматизаторов можно почувствовать неестественный химический привкус. После правильного выбора готового цикория необходимо разобраться, как же его стоит правильно приготовить для того, чтобы напиток был не только полезным, но и вкусным. Растворимый жидкий цикорий уже продается полностью готовым к употреблению, поэтому особых навыков для проявления напитков с этим видом цикория не нужно. Для того, чтобы насладиться его вкусом, всего лишь необходимо положить в кружку одну-две ложки экстракта, в зависимости от того, насколько насыщенным вы хотели бы получить вкус напитка, и залить это все кипятком. В напиток можно добавить молоко для смягчения вкуса, что сделает его более похожим на кофейный. В случае наличия непереносимости лактозы, коровье молоко можно заменить любым альтернативным, раскрывая новые грани вкусовой палитры этого напитка. Еще одним вариантом дополнения вкуса цикория является добавление в него корицы, мускатного ореха, тертого шоколада, молочного или горького, или же какого-либо сиропа для сладости. В таком случае можно получить готовый, вкусный напиток с вкусом, полностью соответствующим вашим предпочтениям. Также можно добавить в чашку ароматного напитка мед или лимон, что поспособствует не только разнообразию вкуса, но и поможет укрепить иммунитет. Вторым вариантом приготовления цикория является случай, если вы не хотите покупать растворимый готовый продукт, и у вас есть целый корень цикория. В таком случае вы можете сделать из него напиток самостоятельно. Для начала необходимо тщательно очистить корешок и хорошо его высушить. После того, как цикорий полностью высох, необходимо его порезать на небольшие кусочки, которые в дальнейшем надо будет поставить в духовку, предварительно разогретую до 120 градусов. Поставив в нее противень с нарезанным цикорием, следует засечь время. В среднем требуется около двух часов в духовке для появления на корнях золотистой корочки. После выполнения всех этих рекомендаций, готовые корни следует измельчить в блендере или кофемолке. Таким образом, вы можете получить порошок цикория собственного приготовления, который можно заваривать из расчета 1-2 чайные ложки на одну кружку кипятка, в зависимости от желаемой крепости напитка. Напитки из цикория хороши тем, что их можно употреблять в любом возрасте и в любое время суток. В умеренных количествах его прием не представляет никакой опасности для организма. Рекомендуемая норма цикория составляет не более 300 мл готового напитка или 60 г порошка или экстракта в день. Однако, несмотря на все полезные свойства напитка, он все же имеет ограничения в употреблении. Так, например, его не рекомендуется принимать людям с варикозным расширением вен, желчекаменной болезнью, геморроем, гастритом, острым бронхитом, проблемами с печенью или же при частых скачках артериального давления. С осторожностью стоит относиться к цикорию и беременным или кормящим женщинам, поскольку прием этого напитка может вызвать аллергию или индивидуальную непереносимость продукта у плода или ребенка. По этой же причине не рекомендуется давать цикорий детям в возрасте до 1 года. Не рекомендуется принимать цикорий и аллергикам, в особенности тем, которые имеют высокую чувствительность к цветам, травам или аскорбиновой кислоте. С особой осторожностью необходимо употреблять цикорий и пожилым людям. Им рекомендуется принимать напиток в умеренном количестве, то есть приблизительно 1-2 небольшие чашки напитка в сутки. В противном случае существует риск перенасыщения организма витаминами. В случае, если вы не относитесь ни к одной из перечисленных групп населения и у вас нет никаких противопоказаний, напиток будет приносить только пользу. Вы сразу заметите, как улучшится самочувствие и появятся силы и возможность плодотворно проводить свои дни на работе или в кругу семьи. В конце хотелось бы сказать, что цикорий является прекрасной альтернативой кофе, которая обладает множеством полезных веществ, которые будут способствовать его тонизирующему, антиоксидантному, противоопухолевому, противовоспалительному действию, помогут улучшить микрофлору кишечника, улучшат обмен веществ и снимет усталость. Главное помнить о дозировке и о наличии противопоказаний, а также при наличии любых нарушений общего состояния следует обратиться к вашему лечащему врачу.